Привет, друзья! С вами Михалыч и канал Клуб Рыбаков. Снова я курсирую по Украине, изучаю новые водоемы. Короче, ребятки, меня пригласили на рыбалку на этот водоем, сельский водоем. Говорят, здесь есть карпы, но собаки не клюют. И я вот вызвался проверить, так ли это, ребятки. Сейчас будем снова открывать новый водоем. Будем пытаться что-то здесь поймать. Я сегодня выехал, хочу посидеть с ночевкой, с одной, а может даже и с двумя. И я не сам, со мной подписчик мой Серега вот с Броваров поехал. О, народ, между прочим, как ездят люди с Михалычем на рыбалку? Серега сбросил фотки шикарных шашелей замоченных. Сало там, блин, говорит, я умею классно жарить шашлыки. Говорю, не вопрос, поехали проверим. И вот Серега сегодня со мной. А теперь информация для тех, кто делает свои покупки в интернете и хочет сэкономить. Друзья, кэшбэк-сервис для Тишопс возвращает денежку с каждой вашей покупки. Я сам лично пользуюсь этим сервисом. Особенно, когда покупаю какие-то товары на Алиэкспресс. Вот, например, Алиэкспресс. Переходим в магазин. И он в правом верхнем углу, видите, активировалась скидка до 5,5%. И, ребятки, эта скидка попадает вам в личный кабинет. Вот у вас есть личный кабинет. У меня уже 1385 рублей. Вы живыми деньгами получаете кэшбэк. То есть наличку на свой счет. Кстати, Тишопс исполняется 5 лет. И они считают, что не нужно ничего усложнять. Поэтому в честь своего дня рождения с 29 по 31 мая устраивает распродажу. На которой можно купить все, что хочется магазинам всего мира. Со скидками и повышенным кэшбэком. Ребятки, и выиграть множество ценных призов. И на секундочку смотрите. Даже 5 смартфонов. iPhone X на 128 гигабайт. Ребятки, ноутбуки Lenovo. IdeaPad 5 штук. Электрогриль 15 штук. Колонки 25 штук. Ну, блин, я считаю, очень неплохие призы. А все, что нужно, это зарегистрироваться на Letyshops. Там все очень просто. И участвовать в конкурсе. Вот, бам. Покупай на распродаже с 29 по 31 мая. Получай билет участника розыгрыша за каждую покупку с кэшбэком от 2 рублей. Выигрывай призы. Так что, ребятки, переходите, регистрируйтесь по ссылке в описании. Чтобы не пропустить акцию и розыгрыш призов. И собирайте корзину с товарами уже сейчас. Всего несколько дней. С 28 мая по 31 мая. Скидки до 70%. И кэшбэк до 30%. Друзья, всем рекомендую Letyshops. Так, расставляемся. Расчехляемся. Ребятки, первое, что мы сделаем, это замочим пелец. Tandem Base пелец. Ну, вы все его знаете, это бойлы. Бойлы. Тонущие. О, во, наш шикарный пелец. Во флотике будет. Red Krill. В этом году я уже ловил на него. Маленький водосыпем. Это тоже Tandem Base, только называется Winner. Отделение Winner. Тут Hot Krill как раз пойдет. Еще надо каких-то вкусов. Сейчас мы накалашматим. Трускавка кремовая. Вы знаете, ребятки, я любитель нахимичить. Всего и сразу. Так, и Red Krill добавим. Так, заливаем наш пелец водичкой. Весь покрылся. Буквально, ребятки, на пару минут. На пару минуток, чтобы он набрал воды. Достанем сразу наши бустерки, бойлики. О, ребятки, между прочим, охрененно удобная карповая сумка Tandem Base. Видели, сколько отделений. Все, здесь у меня бустера разные. Сейчас чего-то найдем. По бокам, по бокам у нас тут, опа, сумочка такие вставляется. Здесь у меня, все, вот там бойлы. Да, здесь бойлики. Тут еще одна сумка. А здесь у меня все, что касается крючков, поводков и тому подобное. О, видели? Куча разной карповой байды, мелочевочки. Вот так, в сторону. Все, эту водичку можно слить, она все равно без бустера. Сейчас он натянется, ему полчасика. И он будет такой, как надо, чтобы заминался во флетике в нашей. Так, надо же поставить установку. Приезжаю, куча вещей, не знаю, с чего начинать. Но надо первое спелиться, потом ставим установку. Аж потом удилище будем собирать. То есть, грудподик мой. Классно он служит с того года. Бомба. Ставится быстро, собирается быстро. Самое главное, и удобен в использовании. Плюс не тяжелый. Хопа-на. Джексоновские сигнализаторы. С пультом и с лампой. Лампа засвечивается при поклевочке. Так, все. Закручиваем. Два штучки. Что серый? Серый смотрит и охреневает, да? Со всего этого. Капец, как рот. Я первый раз, когда увидел карповые снасти, мне тоже плакать хотелось. Народ. Ну, а сейчас что? Интересно. В принципе, ребятки, установку собрали. Сейчас мы вам покажем, друзья, как поймать карпа дорого. Как дешево я вам показывал с одной удочкой. А теперь, как дорого его замочить. Ну, хотя, народ, эта рыбалка, я попробовал в том году, карпишинг. Вы знаете, очень увлекательная. Чисто такая, можно поймать своего самого трофейного карпа в жизни. Вы же видели, как я ловил? 11-14 килограмм. Десяток куча. Короче, увлекательная рыбалка, но не очень дешевая. Чук. Ставим где-то здесь. Сюда будем ставить фидера. Так, ребятки, ловить мы будем на флетике. Здесь у меня 60-граммовый. Крючок. Восьмой номер. Это то, что я в прошлый раз ловил. Ребятки, значит, флетики меня спрашивали. Флетики я монтирую на флюрике. Флюрокарбон здесь 0,41 миллиметр. То ли 0,4 миллиметра. Ну, неважно. Видели? Там внизу он вертлюжок. Сейчас, вот. Видели, свободно он вертлюжок. Поводок петля в петлю. Ну, и волосяная оснастка. Вот я сделал ее. И поводочки я, ребятки, использую 0,23 миллиметра. Оп, обратно туда стоять, так далеко залез. Вот такая у меня простая оснастка. И цепляю я флетики тоже. Петля в петлю, никаких вертлюжков. Петелечка раз. Сейчас у меня здесь петля на шоглидере. И продеваем в эту петельку. Все. Самый надежный монтаж. Никаких слабых звеньев. Так, ну что. В принципе, одно удилище уже готово. Ребятки, я здесь взял фидерка в размере 4,20 и с тестом 180 грамм. Ой, красота. Самый длинный из фидеров. 4,20 и забросить далеко можно. И если где-то карп пошел, кусты или еще куда, можно вывести его. Так, удилище одно готово. Смотрим до нашего пелица. Ну, в принципе, пелец натянулся. Вот, теперь можно добавить на всякий случай еще и бустера. Ребятки, бустер тандем бейтс, коломарника энд помаранца, сквит энд оранж. Ну, короче. Добавляем активатор клева на всякий случай. Чик. Вот так. Немного. Сейчас перемешаем. Он флюоресцентный и пылящий. Будет пилить там облако такое разноцветное. Все, замешиваем теперь. То есть, размешиваем. Ну, в принципе, сеточки можно ее уже и вынуть. Водичка стекла с него. Вот это жесть получается. Ну, и запах. Серый говорит, у него нос забитый, но слышит, какой штырь стоит. Друзья, если тут в этом водоеме есть хотя бы один карп, я думаю, он к нам придет. И обязательно клюнет. Но пока что я не вижу ни одного всплеска по водоему. Вроде и погодка такая. Ветер сильный дует. Рыба должна гулять. Ну, не видно ничего. Добрались мы до бойликов. Ребятки, я в карповой рыбалке как-то привык сразу ловить на пупапчики. И на маленькие пупапчики. На 8-10 миллиметров. И вот теперь смотрю, что же его поставить. Трускавка. О, о. Наверное, вот эти. Блин, 12 миллиметров. Индиана Hot Spice. 12 миллиметров. Ох, и запах у них, ребят, вы б слышали. Это тоже, они пылящие, флуоресцентные эти бойлы. Мы, наверное, подрежем его чуть-чуть такой, чтобы... Крючок у меня восьмерочка маленький, чтобы он был под этот крючочек. То есть, просто его обрезаем вот так, не стесняемся. Раз, раз. Сейчас восьмерочку сделаем с него. Хопс. И он сразу работать начнет. Чик. Я думаю, весна перед нерестом. Карпу те здоровенные бойлы. Фиг ее знает. Будет он брать, не будет. Я же не профессионал, ребят. Я же только учусь, вы же знаете. Все, ребятки, вот наш бойлик на волосе. Ну и все. Все быстро, просто и хорошо. Заряжаем его теперь во флайтик. Упс. И вперед. За орденами. А ну, сейчас посмотрим, как у нас получится. Раз. О, ребят, смотрите. Е-мое. Так как книга пишет. Получилось вообще бомбезно. Короче, ребятки, пока что я забрасываю куда-нибудь и как-нибудь. А потом будем уже кормиться, достанем дипера, посмотрим, где тут какое дно. Ну и будем что-то предпринимать. Пока что без кормежки забрасываем куда-нибудь. Хочу вон по тот берег где-то положить. Ага. Поехали. Короче, первый есть. О, теперь я увидел народ. Е-мое, тут водорослей наросло. Е-мое, корный бабай. Смотрите, вот как под берегом водорослей, так и дальше. Там вон куча их. Может я где-то не туда забабахал. Сейчас надо срочно дипера бросать. Так, все. Ставим. Ставим на установку. Включаем наши сигнализаторы. Так, звуку. О, вот это по-нашему. И вешаем свингерочек. Примерно вот так это все выглядит. И так же забрасываем следующего. Второй спиннинг у меня тоже 4,20. То есть фидер 4,20 и с тестом 180 грамм. Ну что, поехали. Того, наверное, надо сейчас перебросить. А то две поклевки уже было каких-то непонятных на него. Блин, ну и ветер хмаляет. Опа, а это где-то туда, куда-то. Бум, куда-нибудь. Ну метров 80-90 забомбует. Все. Два фидерных удилища с флет-кормушечками заброшены и готовы к работе. Давай, рыбка. Все теперь за тобой. Клюй. Нету, сейчас будем что-то делать. Будем смотреть, какая там глубина, кормится. Ну что-то предпринимать. Два фидера забросили. А еще сколько, блин, сколько запчастей осталось. Да, сколько вещей. Ё-моё. Народ, и вот. И вот наш лагерь. Так. Все хорошо, но надо же, блин, подсачку сложить. А то сейчас как клюнет карп, а у нас не будет чем его брать. Хопа. Карповая подсака. Все как надо. Все по феншуй. О, ребят. Подсака. Смотрите, он серый, да, и подсака. Сырый, почти как ты. Тут я влезу в эту подсаку. Ну да, можно тебя поймать. Карп такой, чтобы я, да, килограмм на 70. А ты 70 килограмм? Да. Ё-моё, это тут два серых поместится. Некто делать. Так, ребят. Два фидера поставил, а теперь сейчас два карповичка еще поставим. Вот сюда. И у нас будет там точка и тут точка. И будем, и будем кормиться. Сейчас где-то бросим недалеко. Здесь дистанция небольшая. Так, где наши, где наши... Ох, красивый чехольчик какой. Сюда можно положить легко три удилища вместе с катушками. Трехсоставнички. Карповички у меня от фирмы Джексон. Он называется Genesis Pro Carp. Три с половиной ЛБ и в размере 3,60. Трехсоставничок. Джексоны народ не только умеют в облера классные делать. Они и в карповой программе неплохо выступают. И катушечка тоже Джексоновский Доминатор ДТХ-650. Леска у меня тут 0,35. Я уже не помню, какой фирмы я ставил в том году. Короче, ребятки, вы видели эти все снасти в прошлом году. На Сомика мы ездили с этими снастями. Красивый карповичок. Что тут сказать. Ну и карповый ими таскал. Все отлично, хорошо. Бросает хорошо, вываживает хорошо. Рыбу чувствует, не тяжелые. Что еще надо. Здесь мы, наверное, сделаем по-другому. Сейчас я забацаю точечку. То есть сразу закормлюсь на два удилища. Сразу возьмем дистанцию. Я тут побросал диперка. Здесь метр глубины. Примерно 70 метров от берега. Сейчас на то дерево закормлю и на то. Делаем прикормочку. И потом будем забрасывать. Две снасти у нас уже в воде. Значит, можно кормить. О, горошек. Еще с прошлого года. Сейчас конопли намешаем, гороха. Что тут у нас. Кукурузка. Вот три штуки таких. Замешаем. И добавим туда мамалыга с прошлой рыбалки. Осталась сладкая кукурузка. Будет огонь. Вот такая будет чисто прикормочка из зерновых. Вон с прошлых рыбалок. На водочку, когда я рыбачил, осталась прикормочка. Там мамалыги немножко. Короче, все сыпем сюда. Вот зерновой микс. Тоже остаток. Все засыпаем. Карп зерно любит. Так, мусор. Надо пакета отдельного взять на мусор. Чтобы не разбрасывать. Потом все за собой, ребятки, убираем. Бойликов немножко подсыпем ему. Нужно бойлы будем ловить. Это тонущие бойлы. Халибуден трускавка. Много не будем. Хорошие. Они нам еще надо будут. Стики с них будем делать. Конопля с перцем. Это вообще жесть. Чтобы рыбка не перенасытывалась. И зальем, ребятки, еще концентрированного бустера. Называется трускавка страубери. Он идет 50 грамм на килограмм. Или не больше, как 100 грамм на 3 килограмма и больше. У нас тут примерно килограмм, наверное, 4-5 при кормочке. Так что сейчас отмеряем 100 грамм. Хоп. И забулькаем. И будет точно огонь. Без водички. Вот это будет жир. Прикорм. По дешевке прикормочка. И жир. И жир. И жир. Ах. Запах. Все-таки решил я и мамалыгу сюда домешать. Нравится мне эта мамалыга. Тем более я на нее попадал хорошо на карпа. Пускай будет. Чем больше ингредиентов. О, кусок сереги я ставлю. Это сладкая кукуруза. Видите там кусочки кукурузы. Убойная вещь. Серый пускай карасика ловит. Мамалыга сладкая кукуруза. Трикабайс. Между прочим, ребят, еще с прошлого года и работает. Меня там спрашивали, сколько она хранится. Да сколько хотите, сколько и хранится. Только если вы едете на рыбалку, берите не килограммовые пачки, а полкилограммовые. Чтобы сразу использовать. Она тогда и заминается в кормочки хорошо. Ох, блин. Прикормка от Михалыча. Ну что-то. Цепляем с помбика на рабочее удилище. Все по ускоренной программе. Прикормочка наша. Опа. Иди сюда. Сейчас будем кормиться. И может на вечер и подтянется какая-то рыбка. Серый ушел ловить на мои кормочки. Что-то говорит, карасики проклевывают, но еще ничего не поймал. Поймает, придет, расскажет. Хоп. О. Есть. Блин, ну и волны катятся, ребятки. Погода. Жесть. Ветер боковой. Так, ну что, он туда, дистанция. Сейчас, куда упадет спомб, сразу будем клипсоваться. Наверное, отойду, чтобы поставить клипсу и потом подойти. Пару метров, чтобы было запаса. Если потом карп клюнет, чтобы же он не сорвал наши спиннинги. Где-то отсюда давай будем бросать. Вот так, с одной точки. Все, поехали. Ну. Эй. Ох, блин. Я закормил одну точку, и думаю, в одну точку ложить два удилища. И чтобы не ставить колышки, но перенести дистанцию вот с этого удилища на это, мы сейчас с Серегой. Серега. Да. Давай, бери, смотри. Бери спомб и бери нитку. И оттягивай. Ты понял прикол, какой будет? На, другую нитку. То есть нам надо дистанцию сделать одинаковую на удилищах. Понял? Понял. Все, иди, а я потом заклипсую. Сейчас. Хоп. Аккуратно дерево, Михалыч. Все. По-простому, по-быстрому, на колышках не надо отбивать, да. Стоп. Все, ребят, есть. Есть такое дело. Вот здесь. Опа. И здесь теперь клипсуем. И будет одинаково, одинаково шмаковаково. Опа. Здесь классные клипсы, железные. Раз. И под клипсой. Все, теперь просто выматываем. Короче, ребятки, поставил я флетики на карповички. 80 грамм. И вперед. На один, на второй. Проще всего на флеты ловить. Фу. Бум. Клипсу. Есть. Топим леску сразу. Нормальный звук. Эти катушечки с байтранером. Хлебс. Все. Нормалек. Если клюнет, потянет. Отлично. Одно есть. И так же забрасываем второе. Все. Теперь точно все наши снасти заброшены. Все это у нас заняло. Ну, где-то часа три. Ну, у меня, по крайней мере. Серый то быстро. Там на мои кормочки. Мамалыга залепил. И там сидит. Карасиков дергает. Все. Теперь можно и подобедать. Можно и перекусить. Серега уже там просится. Серый. Ну, давай, будем обедать. О. О. А, это здесь. Я смотрю туда. Тут уже и поклевка. Что-то запищало. Давай, давай, продолжай. Может, караси это выделывается. Но я поставил сюда, короче, 80 грамм. Что там, что там. Флетик по 80 грамм. Туда я поставил восьмерочку бойлика. А сюда я поставил двенадцатого бойлика. И на двенадцатый была поклевка. Плавающие бойлы, конечно. Ого. Серый размочился. Ё-моё. Все-таки ты его поймал, да? Да, он меня мучил, мучил. Тут просто сходы у тебя, Серый. На кормочки ловить. О, и карась какой большой. Е-мой. Ребятки, видели? На мои кормочки. Но. Серый у нас начинающий рыболов. И ему намотали нитку на катушку. И он подсекает и отрывает карасям губы. Ребятки, всем советую мотать леску. Не нитку. Нитка это немножко для другого, Серёга. Это для фидерной рыбалки настоящей. Теперь буду умнее. Да, надо леску. Леска амортизирует и не рвёт губы рыбе. Так что всё, давай, бросай её. Где твой садок? А садка у меня то и нет. Вчера потерял, кстати. Я сел вчера на рыбалку возле машины, пооружался и там оставил. Ну, как всегда, короче. Значит, отпускай. Да? Ну, а что делать, если садка нет? Отпускай. Да, отпускай. А как же жарить карасики на вечер? Блин, ты умеешь жарить? Научимся. Блин, тогда не отпускай. На, набирай водички в ведёрка и бросай его туда в ведёрка. Пока Серый пошёл перезабрасываться, я тут полянку организую. Ах, чёрный хлебушек. Гламурным ножичком. Блин, ножики гамблеровские такие острые, видели? Уже пальчик всё поранен. Чуть-чуть, только коснулся и сразу срезал, блин. А, это что со скелетиками? Ага, со скелетиками. Гамблер Эволюшн называется. Прикольный такой, в руке удобный. Режет хорошо. Так, Серый. Да. Твоя жратва, а я готовлю. Ты же вызвался, блин, поваром быть. Не вопрос. А ну, покажи, что тут. О, народ. О, Серый по фото мне сбрасывал. Сальцо, ё-моё. Как мне писали, то в этом сале что-то мало сала. А, это почерёвка? Её жарить надо? Нет. Так кушать? Так, он уже нарезанный, есть кусочком нужно попробовать. Твёрдое оно, не? Нет. Жена делала. Ну, я бы её пожарил бы. Что, понравился, Серый? Смотри, а то тоже руки порежешь. Не, ножики классные. Ножики классные. Тоже чисто американский гинжал. Да, и стоит там что-то. 200 или 250 гривен вроде бы стоит. Не крутой. Да, приятный, в руке приятный. Какой-то бархатист. Так, хорош, Серый. Мы же не рекламой тут собрались заниматься. Так, ребятки, ну что? Чем Бог послал? То есть Нептун. А точнее, наверное, чем Серого жена послала, да? Таня Нептун. Так, Таня, привет, Дан Михайлович. Сейчас заценим. Спасибо вам за наш стол. Ребятки. Броварское сало. Почерёвочка. А вы знаете, ребят, вы же там слышите? Камера ж запах передаёт же. Сало с приправами. Я слышу, я думаю, и вы слышите, да? Особенно, кто на работе сидит. О, да. Красота. Короче, огурчики, лучок, помидорчики. И? Горячий бутерброд. Жена Таня сделала горячие бутерброды. Серый, а ты же говорил, что ты повар. Не, ну я повар, я по мясу повар. Дома готовит жена. Она у меня маринует шашлык, а я жарю. А, я понял. О, да блин, хулиган. Короче, ребятки. И чёрный хлебушек. Начинаем с чёрного хлебушка. Давай, Серый, сальцо бери. Надо было хоть водичкой какой-то там за это самое. По 50 водички? Ну, конечно. Хопа. Давай, хорош, там много не лей. По 50 лагерной. Да, газированная вода. Ребят, у нас водичка, не подумайте там ничего. Я противник бухла. Водка ещё никого до добра не довела. А то мне пишут, без 100 грамм. Да шо ты? Не, не. Я против. Против этого. Ну шо? Серый, давай, за знакомство, за рыбалочку. Как там говорится? Трусите холодильники, ребята. Серый трусил, да? Раньше трусил, а теперь сам участок. Давай там, да, ребятки? Трусите холодильнички. Давайте за рыбалочку, за вас. Бум. Поехали. Ну и. На тебе. Закусывайте. Жир. А многих бесит, между прочим. Мне уже, шо ты своим салом? У нас мусульманы сало начали жрать. А ты сало показываешь. Ну а шо сделать? Ё-моё. А мы любим сало. А больше я люблю ещё жареных карасиков. Ну всё, ребятки. У нас, короче, перекус. И продолжаем. Будем смотреть. Не будет клевать. Будем что-то предпринимать. Та точка закормлена. Там я не кормился. Но там и поклёвки были, между прочим. Не, и там что-то было пикнуло. Всё, перекусываем и ждём поклёвку. Ждём карпа. Так, пока рыбка не клюёт, надо поставить палатку. Опс. И покемарить чуть-чуть. Готовиться до ночного клёва. Если он будет. Так, чтобы не жарко мне было там спать, сделаем вентиляцию. Хоп. О, хорошо, блин. Всё по фэн-шуй. Всё, как в Серёге было на футболке написано. Главное, заповедь карпятника какая, если хотите поймать карпа. Жрать, спать и будет карп. Так что мы пожрали, сейчас поспим. Ну и будем надеяться, что будет карп. Только прилёг отдохнуть, что-то пищало. Надо, наверное, проверить. Может, тоже карасики клюёт. Серёга там уже два поймал. Сидит возле своих кормочков. Ветер не утихает. Шмаляет, блин. Что там серый? Клюют карасики? Есть караси? Ага. Три? Ну, два штуки пойму. Так, может, он тут сидит. Надо проверить. Блин, водоросли цепляются. Не, нет ничего. Ну, давай клюй, пока я не заснул. Уже всё по феншую делаю. Короче, ладно. Ну, я убаню. Всё, тихий час, короче, у нас. Народ, пока я спал, блин, тут и погода поменялась. Капец. Дождь пошёл. Ё-моё. Вот почему карпы не клюют. И я вытянул только что вот одного карповичка, так там даже бойло сожрало. Пустые, пустые платики и пустой крючок. Блин, хоть не раки там, слышь, жрут. Где такая мелочь? Бойло сожрало. Что там? А, плотвичка, да? А серый плотвичку валит. Да плотвичку выбрасывай, краснопёрка, да. Ты там караси лови. Ну, туда потва подошла, видать, караси где-то. Блин, хорошо, что мы не кормили. А я накормил, а то, наверное, плотва, наверное, ну, плотва, да. Разве она бойло сожрала, подлюха? Так, и нахрена нам этот дождь, а? Полный какой-то обана. Так, может быть, плотва отойдёт после дождя. А серый плотуду басит. Да, плотва причём такая ладошечная, даже больше ладони. Выгнала караси и штук шесть уже. Блин, а то я накормил, а то она и бойлы сжирает. Да. Это же плотва собака у нас, даже необычная плотва. Плотва собака, такой вид рыб есть в Украине. Блин, короче, полна опа огурцов. Это точно. Дождик прошёл, ветер утих. И уже, ребятки, уже почти 7 часов вечера. Блин, ни одного карпа. Ну и хрен с ним. Мы сейчас будем заниматься, оба, шашлычными делами. Переносной мы мангальчик. Чикс. Так, нормально стоит. Сейчас будем разжигать. Блин, уголь крупный. Да не на кучу сыбьёшь, что ты рассыпаешь? Сейчас будем зажигать. Ой, много. Ты весь высыпал? Да. Ладно, давай ту бумажку сюда тоже. Да бросай всё туда. Или потом. А лучше потом уже. Хорошо, давай, где розжиг наш? Спички есть. Спички у нас на месте. Сейчас она выгорит. Угли уже разгорелись. Можно что-то и уже готовить. Надо побыстрее готовить, Михалыч. Давай, Серый, что там? Картошечка у нас будет с салом. И будут шашлычки. Ну, покажи, что ж ты людям не показываешь. Что ты там... Короче, почерёвка, картошечку. И в фольгу. Серый он уже приготовил. Пока я там рыбу кормлю, то он будет нас кормить. И просто бросаем ее в огонь. Не сгорит? Нет, фольги абсолютно нет. Проверено уже не раз. Я такое на даче делаю каждый выходной. О, шашель машет. Что за вырезка? Свиная вырезка обыкновенная. Заряжай. Заряжай, а то сейчас дождь как глупонет. И нажаримся мы, так как и рыбы наловимся. Ну, что там наш шашель? О, 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 тема. Ой, ребят, какой невкусный у нас шашлык будет. Надо перевернуть его. Ой-ой-ой-ой. Слышали вы этот запах? Как вам, народ, а? Скажите невкусный шашлык. Если смотрите до обеда на работе, очень невкусный. Михалыч, змей соблазняет людей. Я сам жрать хочу. А улыбка такая коварная. Блин, народ, а у нас все, у нас темно стало. Здравствуй, опа, Новый год. Я пришла к тебе на елку. Да. Гремит, молнии. Блечь его. Смотри, а когда снимает, молнии нет. Только гром. Зато у нас палатка непромокаемая. Да, палатка у нас огонь. Нам по барабану все эти. Ветра, ветра, дожди. Палаточка огонь. Эх, мое приобретение. Ух, народу. О, бомба. Да, сейчас поставим стул в середине. И будем балдеть. Русалки придут. Да, ребятки, погода нас немного подвела. Что там, готово уже? Так. Сережа, шашель готов у нас. Зато мы лесок. Смотрите, природа красивая. Травка зеленая. Птички поют. Давай, что там, Серый? Вуаля. О, о, о. Ну да, ну да. А картошка? Картошка сейчас проверим ножиком. Надо просто объяснять. Ой, 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 ой. И уже он хочет пережариться. Забираем его. Забираем, выгружаем. Да. Серый, давай, наверное, картошку доставай. А, надо попробовать ножиком? Да, ножиком. Так, я пошел выгружать шашель-машель. Шикарно. Шикардос, просто шикардос. Еще, чтобы рыбку поймать, вообще было бы классно. Но будет. Конечно, что будет. Может, ни сегодня, ни завтра. Есть. Есть на попке шерсть. Летра в шесть. Картошечка подъехала. Горячая? Тяжелая? Да, тяжелая. Ну, что там получилось, она? Проверяю. Это же она все кусала. Да. Надо пакета. Ну, сало сварилось, а картошка, я не знаю. Это такая должна быть? Да. Она не пригорает. А, я думал, поджаренная должна быть. Нет. Ну, что, ребятки. Чем Бог послал. Да. Давай. Давай, Серый. Позже-чуть водички. Фиг с ним. И будем ударять по сальцу. Ой, по сальцу. По шашелю. Давай. За успех нашего безнадежного дела. Да. Ребятки, давайте, кто с нами, присоединяйтесь. Подходите, приходите. Шашеля на всех хватит. Давайте. За вас. Бум. Поехали. Все как у Карпятников. Жрать, спать. Игры не узнают, что оно будет. Будет ли вообще. Ай, а шашлещук какой классный, ребятки. Посмотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Где наш хлебушек. Помидорчик. Ох. Короче, друзья, все. А то я слюной уже давлюсь. У нас ужин. Приятного аппетита. Да, всем приятного аппетита. Мы кушаем. Шашлычок какой получился огонь. Молодец, Серега. Серега замочил, говорит. Да? У сальпо мочил? Не, не в сальпо. Чего в сальпо. Жена мариновала. Ааа. Санюша, привет. Короче, в серву все делает жена. А говорил, я повар, блин. Я верю, что я повар. Я верю, что я шашлык пожарил. Обманщик. Все жена сделала. Жене респект и уважение. Все, короче, ребятки. У нас перекус и снова будем перебрасываться. Может, чего-то ночью клюнет. Кто его знает. Хорошо, мы так перекусили, ребятки. Но ничего не меняется. С клевом ничего нового. Так, надо решать сейчас проблему с освещением. Так, где наши забойные лампы Килнекс Шмилнекс? Сейчас одну, наверное, повешу в палатке. Легендарные, ребятки, лампы Килнекс. Вот это вещь, блин. О, где тут у нас? О, ребят, уже и логотип на самой лампе, не только на коробочке. Между прочим, друзья, лампы Килнекс настроили доставку по всему миру. Если раньше только по Украине, то сейчас можно заказать их в любую страну мира. Так, одну вешаем сюда. Вон как раз сюда, наверх, она там так хорошо. Так, люстно. Ага, чик. Будет спасать нас ночью от комаров. Ребятки, да, кто не знает, лампы Килнекс, они ж, типа, против комаров. Вот включается ультрафиолет здесь. О, а так виднее будет, видите? И туда тулятся комары, и она их там током клепает. Но, она, я уже говорил, она очень быстро забивается комарами. То есть, за полчаса она затуливается полностью. То есть, я и комара в последнее время там не очень не включал. А вот как светильник, ребятки, здесь три режима. И вот третий, она светит огонь. И 30 часов светит. То есть, две ночи светит без проблем. Даже когда мороз на улице. Так, где там, как-то я ее оцеплял тут так красиво. А, вот, хоп, она, видели? Люстра. Ну да, самая настоящая люстра. Чуть-чуть убавим свет. Во, на втором режиме будет то, что надо. И вот так затянули. Хоп, народ, смотрите. Действительно, как встроенная люстра, видели, получилось. Это лампа от сигнализации. Если будет там чего-то клевать, то она будет пищать. Все. Здесь есть. И сейчас пойдем. Две штучки поставлю к своим, к своим карповышкам. А вдруг ночью какая поклевка будет. Да, тут в комплекте сразу он. Кабель идет у нас для зарядки. Можно заряжать прямо в автомобиле. Вот USB, видели. Еще, ребятки, какой прикол в этих лампах. Она же водонепроницаемая. Вот сейчас дождь на улице идет. А ей будет по барабану. Сейчас пойду подставку возьму. И одну повешу здесь, а одну там. Давай, рыба, клюй. Клюй, уже все для тебя. Даже килл на все тебе поставил. Клюй, собака. Наш домик готов. Подготовились мы к ночлегу. Вот, серый, серый. Вот, я тебе доверяю свою самую старую раскладуху. И самый старый мой спальник. А вот моя царская. Ну, Михалыч пошире будет. Так ему надо по-царскому быть. Ты маленький, тебе пойдет. Ну, что, можно и ко сну отходить, наверное. Свет работает, все у нас хорошо. Рыба только не клюет, вот плохо. А дождь идет. Да, дождь, да, усомочится. А выпить хочется. А рыба не клюет, а только дрочится. Все, ребятки. Будем отходить ко сну. Клева нет. Ну, зато вообще клево. Сама рыбалка клево. Да. Как раз дождь закончился только что. Уже сколько там время у нас? А время... Пол одиннадцатого. Серый уже и спал. Серый спал, да? Я засыпать не могу. Скажи, класс. Ребятки, на природе. Блин, такая лепота. Так шикарно. Всем советую, как первый раз. Ребята-то вообще. А еще... Балдежь. Карпов сейчас так десяток. По килограмм 6-8. И будет вообще бомба. И мы тут остаемся жить. Да, да. И купи себе грубо закаточную машину. Закати и все. Короче, народ. Все. Мы ложимся спать. Если что-то будет, будем включать. Все, короче. Кирдык. Game over на сегодня. Всем спокойной ночи, блин. Всем пока. Все, видите как? Фонарик на голове. Я готов. Камера на грудях. Все, давай рыба. Клюй, блин. А мы будем спать. Класс. Нифига себе, народ. Что-то пикало. Какая-то поклевка была. Разбудила меня. Я так хорошо спал. Ну, давай. Дождь закончился, а то дождь шел. Такой лупашел. Такие молнии были. Упало, народ. Пошел на нас. Ай, народ, блин. Крышечку с камерни. Нет, я это не снял. Ребятки, во. Первая рыба. Которую я поймал. Ребят, смотрите, какой карась. Килограммовый карась. Видели, какая. Чего не меньше. Ух, и рыбеха. Ну, уже. Начало есть. Серый проснулся. Михалыч, ты меня перегнал в плавник карась. Видел, какой карасьевич за... Да, такой пункт. Да, да. Да, я, прикинь, снимал, блин, и забыл крышечку снять. Хе-хе, с камеры. Такой, до кила. Да. У тебя там твои караси сидят. О, красиво у нас там, вон, в ведерке. Тик. Все, блин, за нижнюю губу классика. Ах, людей, плавать. Народ снова поклевочка. Только уже на фидера. Ну, продолжай. Четыре часа утра. Блин, на улице полнолуние полное. Луна за тучами спряталась. И полнолуние, и дожди. И, может, за этого рыбка и не ловится. Все негативные факторы сошлись в одно. Народ только что поймал еще одного карасика. Блин, камера не включилась. Вот на такой желтенький бойлик. Вот. Как они называют? Сладкий горошек. Ёкарный бабай. Не включилась камера. Какого хрена я не увидел. Подном ночью рыбалки. Сейчас покажу. Тоже такой хорошенький. Сейчас где там первый. Где там? Ой. Вот. Стой. Это серый тут поймал. Стой. Ох, ох. Наверное, моих два. А вот два серых поменьше. Вот мой первый, а вот второй. Блин, они какие-то здесь больные. Клещили, что там на ней. Вот. Только что вот этого поймал. Плоского самца. То самка. Блин, хер. Я знаю, камера не включилась. Заключила чего-то. Ну, четыре карася у нас же. Я серый вот гонал. Вот так. О, народ. Народ, народ. Тут уже святая. Упала. Упала полностью на нас. Пошла рыба. Что-то есть. Уже и утро. Снова карасик. Что-то есть у меня подозрение, что тут нету карпа. Но если бы он был бы, то он бы клевал бы. А тут карасики не дают спать. Что там, где ты-то? Вот он. И сюда. Хабак. Вылетает карасевичи летающие. Видели? Какие. Красавчик. Ну, этот вроде без язвы, без никаких, без безболезней. О, ребятки. Карасики такие. Этот поменьше. Ну, уже за ночь, можно сказать, три карасика клюнуло. Уже что-то. Хоть что-то. С нуля хоть вышли. Ё-моё. Иди. Что там? Серый, просыпайся карасей, иди бомби. Да, да, да. Может, плотва не будет пока доставать. Как он же долбал вчера. Я сейчас, может, тоже, не знаю, может, поставить кармачка своего, а на дубасе этих карасиков. Или нафиг нам надо эти карасики. Нам карпа надо. Но все равно хорошо, когда клюет. Все, заминаем. Заминаем. Пелец. И вперед. Блин, есть здесь карп или не есть? Ё-моё. Я уже начинаю сомневаться в этом. А то мне люди сказали, что карп здесь есть, но не клюет. Но как это так может быть? Что был и не клевал. Он же жрет что-то. Если он есть, то он клюет. А если не есть, то да, то уже, конечно, проблема. Как он будет клевать, если его там не есть? Вот и кофе подоспело. Теперь настоящее доброе утро, ребятки. 5 часов утра. Сейчас пьем кофе. И будем перебрасываться, закармливаться. О, готово. Кофе есть. Вырубаем. в нашу кофе-машину. Серый пошел где-то карасика ловить. Серега! Да? Давай на утренний кофе. Так, можно киллнекса вырубать. Все, отсветили. Хорошо. Что-то здесь пикало. полчасика назад. Ну, сейчас будем перебрасывать. Кормиться. Вода грязная. Блин, ветер. Ветер, ветер, ветер. Все, киллнексы, хорош светить. На сегодня вы отработали. Что там, Серега? Поклевочка была только что, но пока ждем. Ну что, ребятки, давайте с нами по утреннему кофейку бабахнем. Ух, аж такое, аж кофе, аж чегучее. Вот это жесть. Кофе рыбака. Кофе рыбака, да. С гейзера самое крутое кофе получается. Слышь, с кофемашины не такое. Понятное дело. Давай, Михаил. Серый, за успех нашего безнадежного дела. Да, должно же повестить. Слышь, Серый, ты попал на самую трудную рыбалку. Это тебе не на платнике херячить, блин. Ну да. Карпов. А тут именно такой водоем сложный. Не, ну если здесь в Карпе есть народ, то здесь посидеть суток трое-четыре. Если он есть, то он придет. Кормить, кормить. Так, что ты там опустился, смотрю. Сигнализатор. Упал, да. Там, наверное, что-то сидит. Что-то очень низко вот этот оранжевый стоит. Так, ну все, ребятки. С добрым утром всех! Колотите кофе! Да, у вас, наверное, уже не утро. Вы же смотрите не утром, а вечером или на работе, правильно? А кто в школе там под партой? Ну, да. Пойдем посмотрим, что там Серега ловит. Я к нему еще и ни разу не ходил. У него колокольчики звенят. Как раз мы тут кофе пьем. Серый, тут плотву валит. За вчера сколько ты поймал? 14 штук. 14 штук задубать. Вот такие на ладонь больше. Сереги Палки шикардос. Пришел как новичок в магазин. Сразу там в магазине продавцы ценят. О, лох! Что там Серега? Если мы вам сейчас, ребятки, показали, что ему там напарили, это как здесь. Но вот катушку... Что там? Пищит у меня? Или нет? Но вот катушку Серега тебе классную дали. Мне же самому понравилась Акума. Смотри, катушечка легенькая. Класс. Слышишь, эту штуку, это транспортировочная штука, Серега. Вот это снимай с колец. Да, это так, чтобы не бились кольца, понял? При перевозке. Ну давайте они рыбу покажи нам. Она сошла, походу. Ченечий, бьется, что-то непонятно. А не еще. Такая большая рыба, да? Ченечия. Нет, пустота. Все сожрала. О, кормочки Михайловича, блин. Да, кормочки зачетные. Да. Главное, не надо сидеть тут возле этой спины. Но рыба сама там засекается. И все отлично и хорошо. Лишний раз рекламу сделаем. Так, в кофе тебе не наступить. А то допьешься ты. Так, ладно, Серега, давай, я буду пить. И пойду я немного подкормлюсь. А вдруг, а вдруг чего-то да и клюнет. Ну что, ребятки, будем закармливаться. Блин, а там что-то вроде бы и сидит. Тут и пикало. Или оно там просто... Не, что-то есть. Что-то есть. Я же говорил, что оно там сидит. Клюнул какой-то карасик. Засел себе. И по-тихому сидит там в камышах. В траве. Здесь водоем травой заросший. О, хороший карасик. Ребятки. Опа. О, мемель какой. О. О, Серый, каких карасиков надо валить. Привезешь домой жене карасиков хороших. О, этот сикорка. Ох, люблю я икру жареную. Такие карасевичи, ё-моё. Серый, все-таки сидел карась над всем. Все-таки карась сидел на спине. Смотри, какие караси. Такие полкилушные. Еще и самочка с сикорочкой. Жена твоя будет довольна. А карасику не повезло. Так. Да, караси такие... Пузатые, хорошие. Я таких на удочку ловил на днях. Кормлюсь, ребятки, прям рабочими удилищами. Здесь они поклипсованы. Блин, была только что поклевка. Такой паровозом там, наверное, сидит, да? Опа! Вот это оно уже. Ребятки, есть. Есть. И докрутил он до клипсы. Фу-ху-ху. Все-таки дождались. Карпика. Ну, вроде бы карпик. Вроде бы карпуша. Ху-ху-ху-ху-ху. Хух. Дай бог. Так, сачок. Сачок сюда. Сачок. Сундучок. Ай, хорошо. Если это карпушка. Ну, карпуша, карпуша. Я вижу, там ходит. Блин, а погода, конечно, вообще нелетная. Я немножко прилег. Снова покемарить. И тут такой паровозик приятный меня разбудил. Давай, давай, дружище. Давай, хоть увиди тебя. Какой ты тут вообще. Ё-моё. А то я думал, что этих карпов здесь нет. Но, оказывается, есть. Иди на подсак и поработай. Вроде бы карпуша клюнулся. А, зашел в камыши. Сейчас хоть увидите его, ребятки. Ух ты! Красавчик здесь есть. Пошел так, не машине. Да, я сам. Да, я сам. Все. Я лучше сам. Я лучше сам. Хопс. Аккуратно, она едет вперед, Михалыч. Чтобы не упасть. Борзый, дикий, дикий карп. Блин, у меня аж адридовид. Все-таки мы его дождали. Михалыч, ты красавчик. Упор стоит. Да. Наверное, из-за погоды он не клевал. Смотри, снова. Тут глубины нет, блин, под берегом. Да, тут глубина сколько ты смотрел? Метр, да? Да, под берегом вообще нет. Смотри, там такая петюха, наверное. Не. Смотри, красивый. Блин, ты вообще просто я не могу. У меня сейчас такое внутри творится. Да нет, там небольшой. Но красивый. Красивый. Давай, давай, иди заплывай. Заплывай, иди к нам. Давайте. Иди, братан. Ух. Да, там такое петюха. Видишь, как стартанул снова, в камыш зашел. Иди сюда, дружи. Ну, хорош уже. Это не на платниках карпы там, блин, ручные. А тут такой полудикий. Да. Иди сюда, дружи. Дружи, бабар. Иди под сачку. Иди под сачку. Давай, давай. Иди сюда. О, все, есть. В лузе. Ух. Все, все, все. Хорош, брателла. Хорош, брателла. Опа. Держи, да? Чух. Тить, как вы хотите. Ребята, Медалыч, красавчик. Пузанько. Пузанько таки. Все. Есть. Есть. Там меня сильно не фонит. Это уже я тут просто первый раз на карпа вообще в жизни выехал. Смотри, е-мое, еле-еле он там цепи. Висел, блин, на маленьком крючочке, на восьмеречке. Еще бы он одну подачу и ушел бы. Классный. Класс. Есть. Все-таки мы его поймали. Ребятки, вот он, вот он долгожданный карп. И как думаете, сколько весит? Красивый, да? Ну, не очень большой, но и не маленький. Красава, красава. Красава. Народ, я такой радый. Первая рыбалка с ночевкой. Но я думал, что все-таки здесь карпов нет. Они есть. Не обманули люди. А то говорят, есть, но не клюет. Мы его поймали. Мы его поймали. Сейчас мы его взвесим. А ну, народ, а ну ставки делайте. Я говорю, 4. Ты сколько? 4,500. Ху, ребятки. 4,650. Серый был прав. Ну, а говоришь, начинающий, да? А глаз алмаз. Почти пятерка. Серый, ты выпустил такого? Ну, если для природы, то да. А так бы, конечно, если честно, первую карпу я бы не выпустил бы. Выпускаем? Если ты скажешь, что выпускаем, значит выпускаем. Блин, ну он подарил удовольствие. Ё-моё. И смотри, какой карпуша. Я думаю, здесь, в этом водоеме, их не так много. Это самка пузатая. С сифрой лучше выпустить. Да. Как раз размножаются тут. Да, народ. Будем выпускать. Бери серый, выпусти. Начинай рыбалку и сразу выпустишь карпу. Аккуратненько так под руки его бери. Пошли где-то будем. Иди, чтобы не упасть. Иди. Тихонько. Красавчик. Давай. Вот начинающий, Серёга, рыбак. Первые рыбалки. Уже карп отпускай. А ну, ложи его так аккуратненько. Помой его, чтобы грязный не был. Красивый, да? Да, вообще шикарный. Блин, и я же говорю, ну, мне уже как-то такую рыбу скушать, ну, блин. Да, ну, еще более с икрой. Шо он там? Раздопляется. О. Красавчик, плыви давай. Давай десятку зови. Пошел, пошел. Смотри, как медленно, да? Вообще, вальяжно. Круто, Михалыч, вообще. А? Ты все-таки его дождался. Да, да, да. Ну, видишь, если упираться, то что-то будет. Я же говорю, чтобы тут, тут можно поймать, даже если он один есть, вот найти снасти на карповые, ну, блин, поймаешь карпа, просто надо сидеть сутки, двое, трое. Видишь, закормился утреца, и он пришел. Хоть не я тянул, у меня адреналиной, блин, я как услышал, как оно пищит, я бросил все свои удочки. Там у меня уже сегодня за утро десятка-два плотвичек. Ну, короче, круть вообще, Михалыч. Бомба. Бомба, я сам рад. У-у-у-у. Новый водоем раздуплен. А то я думал, с новым нас чмоки-чмоки. Так, все, забрасываемся. Забрасываемся. Так, а какой бойлик стоял, фиги его знает. Я сейчас задеваю, вот я два оставил. Сладкий горошек и бруск, виник, ястку, пичкейк. Короче, печенье, ну, короче, хрень его знает. Будете там смотреть, что оно означает. А ну, с народу, интересно, сколько же те карасики ночные завесят. Так, здесь, сюда, чик. О, ребят, видели? Один, семьсот шестьдесят грамм. Сколько? Семьсот шестьдесят. Ага, я говорил. Так, а второй? А, этот пустой, худой. Опа. Михалыч, она говорит, надо было на улицу погоспорить. Хоп. Второй, пятьсот пятьдесят пять. Пять, 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 три пятерки, слышишь? Карасик, три пятерочки. Так, и третий, и третий утренний карасик. Оно стоять, так что утром клюнуло. Ту-ду-ду-дун. И утренний карасик. Шестсот пять грамм. Нет, я говорил, надо было с вами спорить. Шестсот пять грамм утренний карасик. Блин, класс. Ребятки, видели, какие карасики клюет? На карповые снасти. Огонь. подарок будет будет подарок серёгиной жене да она нас покормила мы и карасика подловили ну что ребятки пришло время закругляться с рыбалочкой но рыбалка мне понравилось хоть и рыбы было мало блин но все равно классно наш такая трудовая до серёга серёга сбылась места поехать с михалычем на рыбалку блин а я говорил будет неинтересно блин у михалыча это работа блин а не рыбал ребята то все такое палатка прошла испытание дождем такой дождь лупашил с ветром с молнием и громом то аглил как из ведра палатки хоть бы хрень не промокла отлично он серёга не дать собрать скажи серёга как нормалёк спали себе пофига нальё да мы спим так что могу эту палатку теперь с уверенностью сто процентов ребятки рекомендовать и вам пожалуйста не промокает блин не падает на ветру так я шмаляла стоит мы даже растяжки не поставили все отлично и хорошо так теперь по самой рыбалочки народ водоем водоем очень интересный ходе он такой полудикой ну можно сказать заброшенный но карпы здесь есть если мы одного поймали значит местные тут не соврали что карп есть но он просто не хочет ловиться я думаю я сюда еще приеду и есть у меня мысли есть как его тут еще половить на будет надо будет чуть-чуть оснастки другие делать да и погода блин насильно подвела если вчера солнце было так парило так жарила блин то сегодня уже холодно и ветер блин погода такая не ахти плюс полнолуние ночью луна такая светила стишка хотелось снова зачитать помнить это на наби месяц значит срака да спит кущем ну короче не будем я уже его русска ладно ребятки на этом наверное будем закругляться все снасти бойлы шмойлы пелицы шмелицы кому интересно вы знаете ищем ссылочках под каждым моим роликом также под этим ну и на этом наверное будем прощаться ребятки вы там выезжайте тоже на рыбалочки не только перед перед мониторами перед телевизором сидите смотрите михалыч а выезжайте на природу ловите рыбку упирайтесь это круто с ночевками то вообще шикарно все game over кирдык до следующего раза с вами был канал клуб рыбаков серёга спасибо за рыбалку ребята михалыч был прав выезжайте в блин кто даже первой как я не стесняйтесь это круто только за специалистами надо выезжать так как и специалисты я я если ты про меня я любитель серёга говорит он хопнул адреналина даже не он тянула я и до его за трусила я видел как его трусила 1 ребятки все всем них поставить чешуи с вами был канал клуб рыбаков серёга михалыч пока 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 пока